Имейте веру в защитную силу Божью, Бог отвлек царя Савла и помешал ему схватить Давида. Точка, Бог отвлек царя Савла и помешал ему схватить Давида. В Писании сказано, Саул пошел на одну сторону горы, а Давид и люди его, на другую сторону горы. Поэтому Давид поспешил уйти от Савла. Ибо Савл и его люди окружали Давида и его людей, чтобы забрать их. Но к Савлу подошел посланник и сказал, скорее приезжайте, ибо филистимляне вторглись на землю. Поэтому Савл вернулся от преследования Давида и пошел против филистимлян, так они назвали это место скалой бегства. Затем Давид вышел оттуда и поселился в сильных владениях в Энгеде, одни царств 23, 26-29. Точка, урок, Бог знает, как защитить своих детей во время кризиса, и он знает, как запутать их врагов. Иегова откликнется на крики своих детей, когда они к нему обратятся, и он будет защищать их интересы. Даже когда Дитя Божье терпит неудачу, Бог все равно проявит милосердие. Он восстановит своих отстающих детей, чтобы сатана не радовался о них. Поэтому все дети Божьи должны укрываться в Боге и полагаться только на его непревзойденную силу, молитва, дорогой Бог, я верю. Что ты самое сильное существо на свете, и ты имеешь власть над всем. Поэтому я приглашаю тебя прийти ко мне на помощь и спасти меня от всех проблем. Пожалуйста, запутай моих врагов, и пусть они спотыкаются в своих злых практиках. Дай мне власть над моими врагами, и дай мне испытать твою божественную победу. Ибо во имя Иисуса Христа я делаю мои просьбы. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok